Есть новшества, которые нам преподнесла Верховная Рада в виде законодательства. Они дискуссионные, они спорные во многом, они вызывают целый ряд вопросов. И, кстати, мы с вами, Игорь Николаевич, даже по этому поводу дискутировали тоже не очень долго, но думаю, могли бы иду. Потому что там масса вопросов, а есть бесспорные вещи, основные, важные, которые надо рассмотреть. И их надо рассмотреть, и дальше по мере сложности. Я вообще, например, сторонник был бы того, я просто не имею права за сессию принимать решение, что тот вопрос, который приведет к дискуссии и не приведет к нормальному решению вопроса, надо отрабатывать рабочей группой, а не только отдельными управлениями и ведомствами. У нас было предложение на комиссии, где нагласно проголосовано вопросы налогов, базы налоговодложения, вообще перенести с этой сессии, снять рассмотрение и создать на сессии рабочий группу. Я протокол зачитаю. Есть предложение, но, естественно, зачем вам его сейчас считать. Я просто говорю, у меня протокол ушел. Я видел протокол этой комиссии, я видел протокол другой комиссии. У меня там есть ряд вопросов к обстоствующим, и ряд вопросов к тем, кто не вник в эту ситуацию. Но дело даже не было. Для нас принципиально их, в принципе, рассмотреть. Все равно на сегодняшний день пока нет базы по недвижимости. Нам надо создать рабочую группу на сессии, рассмотреть этот вопрос быстро и в комплексе. Мы, я рада, его рассмотрели, да, но не то. По всем налогам бесполезно это рассматривать. Почему? Объясню, Игорь Николаевич, если налог на недвижимость зависит от нас, и квадратура, и процентная ставка, и так далее, то налог, например, на автомобили младше пяти лет с объемом двигателя более трех литров от нас не зависит. Это общая государственная долога, поэтому, ну, они же разные, вы же знаете, общая долога. Нет, ну, я, что касается, как это, того, что... Что касается недвижимости, я бы с вами абсолютно согласился здесь. У нас здесь с вами общее мнение, потому что, поскольку здесь присутствующих, я думаю, сколько взялись, только мнение пока что. И многие вообще не очень понятны эти ситуации. Что касается акциза, то это тоже общегосударственный налог. И хотим мы этого, или не хотим. Примем мы его, или не примем. Налоговая будет взимать этот налог. Ничего мы тут не сможем сделать, к сожалению. Слушайте, ну, что касается, вот, если говорят, понятно, мы же должны давать себе отчет, что касается, например, о нефти продуктов, оно за последний год поднялось на 102%. Я не против, Игорь Николаевич. А и то, и когда разговариваешь со специалистами, то выходит, что 5% были территории не в 5%. Игорь Николаевич, помередите речь до сессии, пожалуйста. Чтобы повторяться, хотя у вас еще достаточно, да, выкиньте. Игорь Николаевич, Игорь Николаевич, я бы сказал, что вы неспокойтесь. Игорь Николаевич, у меня есть просьба, вот это предложение очень хорошая комиссии по коммунальной собственности, создать, ну, я, наверное, оно было там, создать рабочую группу, особенно, что касается налога по недвижимости, этот вопрос рекомендовать президиуму, чтобы мы с сессией городского совета его поддержали. Не против? Да. Что касается бесспорных налогов, рассмотрительности, можно дискутировать, но мы обязаны их рассмотреть, потому что в любом случае, как бы это было, но общество нам не удивительно, это общий государственный налог. И независимо от того, вот, насколько мы чувствуем это, правильным, экономически там, обоснованным, несправедливым, либо еще как-то, налогово все равно будет взимать из этого налога. И она его будет взимать, а бюджет пополняться не будет. Ну, как бы, несколько это, ну, абсурдно. Насколько мне помнится, действующее законодательство огласили, закон о бюджете является законом, обязательным для выполнения. Куда мы идем?